Здравствуйте! Скоро Новый Год и все мы спешим себе подыскать к праздничному столу хорошие рецепты. Я тоже не исключение. Подобрала себе рецепт бисквита. Здесь цитрусовые, мед, корица, какао. Этот аромат напоминает мне Новый Год и рождественские праздники. Оставайтесь со мной и будем готовить вместе. Все ингредиенты нужно приготовить заранее, так чтобы они у вас стояли под рукой. С самого начала, конечно, включаем духовку на 170 градусов и подготовим форму. У меня форма вот такая, поэтому я ее просто кладу на пергаментную бумагу и на противень. Диаметр формы 24 сантиметра. Берем белки и со щепоткой соли взбиваем на пышную плотную пену. Нужно, чтобы ни капли желтка не попало к белкам, иначе белки могут плохо взбиться. Миксер у меня ручной, поэтому он работает на полной скорости. После этого добавляем ванильный сахар. Продолжаем дальше взбивать. И начинаем добавлять простой сахар. Здесь я делала это в два приема. Продолжаем взбивать белки. Теперь нам нужно белки взбить до острых пиков на очень густую и плотную массу. Продолжаем взбивать на полной скорости. Все, белки у нас взбиты. Добавляем чайную ложку меда. Немножко подзбиваем. И через минутку начинаем добавлять желтки. Желтки добавляем по одной штуке. В принципе, я здесь ничего не укорачивала и не ускоряла, чтобы было четко видно, в каком порядке добавляются желтки. Продолжаем взбивать на полной скорости. Как только желтки вымешались с белковой массой, теперь добавляем корицу, цедру лимона и цедру апельсина. Вымешиваем миксером, либо венчиком, либо лопаткой, кому как удобно. Теперь добавляем просеянную муку вместе с разрыхлителем. Ее тоже нужно подготовить заранее, чтобы не бегать за мукой. Посыпаем легонько сверху и венчиком вымешиваем снизу вверх, снизу вверх, такими легкими движениями, чтобы тесто не осело. Вымешиваем муку до того момента, чтобы она полностью растворилась в массе. Вот, посмотрите, на видео, наверное, видно. Хотя мы добавили достаточно большое количество муки, но тесто остается легким и воздушным. И в самом конце нам нужно сделать мраморные разводы. Это будем делать с помощью какао. Насыпаем какао. Главное, чтобы какао было не везде, а в некоторых местах. И теперь хаотично смешиваю венчиком какао. И у нас получаются вот такие разводы. Домешивать не нужно. Вот в таком состоянии выливаем прямо в форму. Вверх немного нужно разровнять и убираем в духовку. Выпекаем при 170 градусах 40 минут. Готовый бисквит проверяем шпажкой на всякий случай. Если она сухая, значит он готов. И оставляем остудиться. Холодный бисквит я вырезаю из формы по бокам. И снимаю пергаментную бумагу. Бисквит у нас получился высотой 6 сантиметров. Вес бисквита 560 граммов. Бисквит получается действительно очень лёгким и воздушным. Недостаток он немного крошится. Хотя он очень нежный, но нарезается в принципе легко. Но самый обалденный это аромат от этого бисквита. У меня этот запах ассоциируется с Новым годом и Рождеством. Но аромат обалденный. К такому бисквиту, мне кажется, подойдёт любой крем. Хотелось бы, чтобы этот рецепт понравился многим. Пеките на здоровье и кушайте с удовольствием! На этом пока всё. До следующего видео! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова